Привет! Меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные сладости без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить потрясающе вкусную и полезную гранолу. Я дам вам рецепт основу, расскажу много вариантов замены и вы сможете фантазировать с этим рецептом на свой вкус. И еще в этом видео покажу вам, как проще простого засушить клюкву дома, ведь в магазинной сушеной клюкве всегда есть сахар и ароматизатор. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Вопросы по ингредиентам и заменам задавайте в комментариях, я постараюсь вам помочь. И спасибо за лайк! За минуту приготовим сушеную клюкву без сахара и ароматизаторов, которые всегда есть в готовой покупной ягоде. Для этого просто берем свежую или замороженную клюкву и выкладываем на противень. Застелите его любым антипригарным ковриком или бумагой для выпечки. Важно, чтобы ягод было не слишком много и можно было разложить их тонким слоем максимально свободно. Эти ягодки мы отправим сушиться в духовку при температуре 100 градусов Цельсия или меньше. Если есть конвекция, это отлично, включите ее. По времени у всех выйдет по-разному, у меня получилось около трех часов. Можно разделить это время, подсушить утром час и вечером до готовности, например. Посматривайте, клюква должна просохнуть, скукожиться вот так, но при этом оставаться довольно мягкой. Все, натуральная сушеная клюква готова. Она очень кисленькая, намного кислее покупной, так как не содержит сахара. Поэтому ее, конечно, лучше добавлять в подслащенные продукты, например, в нашу гранолу. Для гранолы сначала соединяем жидкие ингредиенты. У меня это 130 грамм сиропа топинамбура. Его легко можно заменить любым другим сиропом или медом. Это нам нужно для сладости и это количество сиропа дает минимальную сладость, которую можно увеличивать. Сюда же выжимаем сок одного апельсина. Это может быть любой сок, какой вам нравится. И добавляем одну чайную ложку соли. Суммарно должно получиться 200 грамм жидких ингредиентов. Это может быть, как я уже сказала, сироп, мед, сок, а также фруктовое пюре жидкой консистенции, банановое, финиковое, если вы любите послаще, арахисовая паста, кокосовое молоко или жидкое масло. Для аромата можете добавить сюда ваниль, корицу или любимые специи. Для большей сладости проще всего добавить к жидким ингредиентам подсластитель от 5 до 15 грамм, и вы получите очень сладкую гранолу. Сюда же добавляем 300 грамм овсяных хлопьев долгой варки. Тщательно перемешиваем, чтобы все хлопья хорошо соединились с жидкостью. И теперь можно заняться орехами. Объединяем в блендере любые семечки и орехи. У меня это 100 грамм тыквенных семечек, 100 грамм миндаля и 100 грамм кунжута. Слегка измельчаем в блендере. Здесь должны остаться крупные кусочки, чтобы они чувствовались на зубах. Суммарно должно быть 300 грамм орехов и семечек. Выбирайте их на ваш вкус. И сюда же можете добавить кокосовую стружку, если хотите кокосовый вкус. Соединяем овсяную и ореховую смесь. Я это делаю прямо на противне. Распределяем ровным слоем. Я взяла максимальное количество ингредиентов, которые вмещает один противень. По сути нам нужно 200 грамм жидкости и по 300 грамм овсянки, орехов и сухофруктов. Отправляем запекаться в духовку при 160 градусах Цельсия около 30-40 минут. Через 30 минут гранола еще остается немного мягкая, а через 40 будет полностью хрустящая. Нам понадобится 300 грамм любых сухофруктов. Я взяла сушеную клюкву и изюм двух цветов. Это может быть и курага, финики или чернослив. Единственная разница, их нужно будет порезать. Покупные сухофрукты всегда заливаем холодной водой, чтобы избавиться от налета сернистого газа, которым они обычно покрыты. Желательно подержать их в воде минимум 10 минут. Сливаем эту воду и промываем под проточной водой через сито. За 5-10 минут до готовности гранолы достаем противень и добавляем туда сухофрукты. Отправляем допекаться. Вот такая красота у нас получилась. Смотрите, как она подрумянилась. С краю это особенно явно видно. Хранить гранолу можно в любой плотно закрытой банке. У меня вот такая, из нее очень удобно насыпать. Большую часть перекладываю в банку. И часть я сделаю отдельно для любителей шоколада. Просто нарежу сюда горький шоколад без сахара. Даже если вы не любите горький шоколад, гранола сама по себе сладкая и шоколад уже не будет в ней ощущаться совсем уж горьким. Это правда очень вкусное сочетание сладко-соленой гранолы с ягодами, орешками, семечками и небольших кусочков шоколада. Просто потрясающе вкусно! Кушать гранолу очень вкусно с йогуртом, молоком или любыми кисломолочными продуктами. А можно и без всего просто похрустеть. Я очень люблю эту сладость, особенно за то, что можно приготовить один раз и вкуснейший завтрак у вас всегда под рукой! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно! И подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали! Пока!